Ну, в целом, я собралась. Йога-одежду положить и готово. Такие вот сборы. Итак, всем привет! Мы собираемся сейчас на Майорку. Я хочу собрать максимальное количество образов с минимальным количеством вещей, поэтому давайте с вами посмотрим, что у нас имеется. Мы летим в Испанию неделю. Основная цель — это воркшоп по йоге, но мы также хотим немножко насладиться Майоркой, насколько мы сможем в рамках того, что мы с Андреем будем еще работать. Первый образ оцениваем. Уброс пойти на югу. Ребят, тут такое дело. Я утверждаю, что наш чемодан легкий, там ничего не лежит. У нас максимум 10 килограмм. Что в это время думает Андрей на мое «я думаю»? Он решает делать физику. Ну, мы можем сделать простой противовес, учитывая, что у нас есть гантели по 3 килограмма и утяжелители твои по 2 килограмма, и того получается 10 килограмм. Значит, мы можем сделать простой противовес и посмотреть, перевесит ли 10 килограмм чемодан или нет. Вопрос, как это натянуть достаточно хорошо сейчас. Чтобы вы понимали, из чего состоит эта конструкция. Вот эта вот штука, которая является веревкой, это бывшая скакалка, которая у нас сломалась. Ага, я понял. Я сейчас сделаю покороче и посмотрим, типа, перевесит ли он или нет. Все. О, а ты можешь взять просто два этих вот так вот постоять? Нет, нет, нет. Это все на ощущения опять. Нам нужно точно знать. И что ты? Андрей! Ну она не стерзит просто, понимаешь? Понимаете, и он спервет сам удался вообще. Мне кажется, вы измерения более точные, чем твои. Андрей! Как тебе твой успех? Ровно до 10 кг получалось. Ай, это мой образец. Подложи что-то, что скользить будет. Просто я не знаю. Ставим лайк. У Андрея продолжаются эксперименты. Ну это вообще верняк, ну типа классический качель. Ну без шансов, короче. Ну да, да. Там внизу вот эта вот штука. Как бы вам ее показать? А сверху коробка от телевизора, да? Ну как бы подручные средства, так сказать. Как ты планируешь это ровно сделать? Да тут это не важно. Вы уж извините нас за наш бэкграунд, мы сушим вещи. Короче, смотри, если перевесить... Ага, ну ладно. Верняк! Верняк, Андрей, верняк! Ну получается чемодан больше, если что-то. Сейчас, погоди. Скажи, когда посередине будет. Ну вообще не посередине, туда. Сюда? Да, еще. Вот так? Еще и капельку. Вот так вот, да. Это середина. Какая же середина? Ну у меня отсюда середина это. Ну ладно. Вот видишь? Все. И что это тебе дало? Я тебе сразу говорила. Меньше 10 килограмм. Так а я тебе о чем говорила? Да ты-то откуда-то знаешь. Но теперь мы точно знаем, что меньше 10 килограмм. Андрей, когда я тебе говорю, что это меньше 10 килограмм, я значит знаю, что это меньше 10 килограмм. Нет. Я хоть раз ошибалась? Нет, дорогая. Пачки! Я вам клянусь, у меня суперспособность. Я последний раз летела с чемодана, мой максимум был 30 килограмм и у меня был ровно 30 килограмм. Там вот в этом чемодане как минимум еще 3 килограмма можно докладывать. Вот может быть 2,5. Там точно 7 с небольшим. Вот я на глаз чувствую, понимаете? Включая то, что там фен, я положила, и там ковер и одежда на неделю. Я или не молодец? Мы можем даже специально оставить так, ничего не докладывать и померить завтра. Давай. Блин, ну я хочу доложить несколько вещей. Мы долетели. Вот сейчас идем, хотим покушать. И заселение у нас будет только в 2, а сейчас в районе 3, а у нас сейчас только 10. То есть у нас еще 5 часов для того, чтобы поесть, поработать, отдохнуть. Да, как-то так. И дойти до отеля. Красиво. Свежо. Сейчас идет дождик и в районе 15 градусов. Мы ехали сюда, думали, будем загорать, купаться. Ну по итогу пока идем в кофтах-куртках. Вот, надеемся, немножко потеплеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и я много слышала разных таких, знаете, слухов о них, типа, вот, но всё, что мне говорили, вообще не оправдалось, они такие пупсики, они такие сладкие, но при этом они всё равно, знаете, они всё равно строгие, чётко, типа, в аштанговской традиции, но вот с какими-то, например, объясненческими нюансами, но они чётко отделяют, что есть традиция, что есть традиционные знания, которые были переданы, написаны, и что то, что они могут в это привнести, чтобы, допустим, человек, ученик лучше всё понял, и это офигенно круто. Ещё раз повторюсь, я вот третий день, да, я уже в восторге, я вот на этих семинарах пытаюсь что-то говорить, как-то что-то спрашивать, чтобы, во-первых, чтобы запомниться, если честно, то есть всё равно мне хочется быть частью этого комьюнити, а по-другому как бы это сделать сложно, вот, ну и мне интересно, мне хочется разобраться, причём, знаете, не просто разобраться, какую-то мелочь, лезь, знаете, лишь бы, лишь бы что-то сказать, нет, типа, реально, реально почему, объясните, потому что Шарнато ничего не расскажет, как бы, Шарнато зовут учитель Майсори, он не рассказывает, вот, он рассказывает, почему важно быть преданным, да, почему важна дивоурсия, но, но какие-то нюансы он, конечно, не расскажет вам, биомеханические и прочее, и мне кажется, что я не туда свернула, и сейчас надо на карту глянуть, сорянчик. Так, всё, добро, я разобралась, куда мы идём, вот, и в целом хочется сказать, что мы вообще не успеваем посмотреть пальму, потому что у Андрея, Андрей болеет, мы работаем, у того, ну, такая красивая, сегодня облака просто супер, вот, из-за того, что у нас, как бы, работа, я вообще ничего не успеваю сделать, Андрей заболел вообще с температурой, да, у нас получается, что я успела построить город, вот, ровно, на театр, шалы, до ближайших кафе-пекарень, которые я дохожу, к сожалению, да, но пока что город очень нравится, то есть мы немножко на пляжике побывали, немножко тут, немножко там походили, но вот их достопримечательности, вроде крепости, мы, к сожалению, не построили, но у нас будут ещё выходные, которые я освободила от всех дел, у меня обычно выходные практики идут, и так получается, что у меня, как бы, выходных, по сути, нету от работы, да, то есть я либо преподаю, либо работаю в компании, поэтому, да, эти выходные будут свободны, то есть сейчас мы сможем что-то поделать, здесь Андрей как раз за сегодня выздоровеет, и завтра мы уже сможем что-то придумать, поэтому, да, всё, я почти дошла, ну, посмотрите на эти стены, я не могу, просто здание, архитектура, и я кайфую, мне очень тут нравится, и я такой себе Испанию представляю, вот, поэтому, да, я пошла на Майсор, отпрактикую просто из последних сил, чтобы у меня сил уже не осталось, вот, да, и увидимся с вами уже, когда пойду на завтрак. Я уже забыла, что такое разваливаться. Эх, пришла в маму карму, новую, веганскую, буду сейчас есть панкейки, спиннебаттер и пить кофе. Да, думала о них всю практику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok It's not too much Субтитры делал DimaTorzok Вот это Курса, вот это Испания ДимаTorzok А туда внутрь можно? ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok 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 ДимаTorzok